Химия, как наука о веществах, о молекулах, о их превращениях, развивалась, в общем-то, от экспериментальной к более теоретическому пониманию свойств молекул и того, как они друг с другом реагируют. Безусловно, экспериментальный аспект остался очень и очень важным до настоящего времени. Несмотря на то, что мы научились описывать и создавать уравнения, которые Абонишио априори описывают, по идее должны описать всю систему математическим образом, предсказать ее поведение очень часто не представляется возможным. Просто из-за того, что взаимодействие всех компонентов описать с точки зрения математики, с точки зрения сложных систем уравнений, просто нереально, потому что мы их не все знаем и не можем за все процессы таким образом смоделировать. Соответственно, для того, чтобы изучать поведение таких сложных молекулярных систем, где взаимодействует большое количество факторов, как, например, даже обыкновенная химическая реакция, как ее можно оптимизировать и предсказать ее поведение в других условиях. Для этого требуется до сих безусловно эксперимент. Конечно, за последние 50-80 лет наука продвинулась и химическая, в том числе, значительно вперед. Возможность использования различных методов исследования, физических методов исследования, позволяет нам собирать большое количество информации. В последние 10-20 лет особенно химическая наука и, безусловно, биологические науки столкнулись с избытком информации. Возможно, с тем, что это количество информации, которое мы можем получить, либо экспериментально очень сложно и досконально переработать, становится невозможно досконально переработать, либо же у нас нету возможности изучить изменение каждой переменной этого процесса. На простом примере мы можем описать, безусловно, поведение физического большого объекта. Скорость машины, расстояние, мы можем посчитать, как долго времени займет переезд из точки А в точку Б. То же самое сделать на молекулярном уровне и предсказать, если у нас есть молекула А и молекула Б, даже если мы знаем их свойства более-менее, каким образом и с какой скоростью они будут реагировать друг с другом. Это предсказать до сих пор с абсолютной точностью практически нереально. То есть все исследования в области химии и в медицинской, и в биологической, и очень часто в неорганической химии точно также проводятся экспериментально. То есть у вас есть набор неких переменных, есть набор неких условий. Эти условия просто методом перебора, эмпирического перебора исследуются. И если поставлена некая задача, то, естественно, для оптимизации нужно перебрать большое количество условий. Если у нас есть, допустим, две молекулы А и Б, и есть некий растворитель, в котором они реагируют, плюс есть еще некоторые добавки, которые влияют на скорость реакции, плюс к этому дополнительно еще могут быть такие изменения, как температура, то есть взаимодействие с внешней средой, у нас появляется уже сейчас 4 переменных. И даже если каждая из них будет иметь 10 значений, 10 точек, то, естественно, мы должны в четвертой 10 тысяч экспериментов сделать, чтобы покрыть достаточно досконально все это пространство. Это мы только обратились к четырехмерному пространству пока. Очевидно, что такое количество экспериментов делать и нерационально, и очень часто просто не представляется возможным, потому что в химии, и на уровне молекул особенно, физические свойства их описать функциями, которые имеют не дискретное значение, часто просто реально невозможно, у нас нету этих данных. То есть для того, чтобы построить модель, которая могла бы предсказывать, не только объяснять то, что происходит, но и желательно, конечно, предсказывать, каким образом можно контролировать данную сложную систему, данную реакцию, например, у нас должна быть возможность отбирать только те условия, которые мы можем экспериментально воспроизвести, и на основании этих условий, на основании этих данных, которые должны быть очень качественными, безусловно, строить модель, потому что исходные данные, они определяют качество той математической или стахастической модели, которую мы будем строить для предсказания поведения этой системы. В этом случае возникает очень интересный вопрос. Каким образом мы должны покрыть такое многомерное пространство наиболее равномерным образом так, чтобы мы могли из этого делать какие-то логические и достаточно достоверные или, по крайней мере, полезные заключения по предсказанию поведения таких сложных систем. Вопрос этот, в общем-то, совершенно не новый, и к нему уже обращались, стало очевидно, что он встает в 30-е годы 20-го века. Именно с точки зрения мультивариантного, мультикомпонентного анализа, то есть каким образом можно планировать эксперименты с минимальным количеством затрат, то есть с минимальным количеством экспериментов, но получать наибольшее количество информации. Традиционный подход, конечно, зафиксировать большинство переменных и менять какую-то одну из них, получая некую закономерность. Стоить из этого регрессию, построить из этого равнение численное, и, соответственно, тогда можно предсказать, экстраполировать на другие условия. Как выясняется, безусловно, в других областях науки, особенно в основе статистики, и социальные процессы, и финансовые рынки моделируются и пытаются ученые моделировать именно таким образом. До химии, до дизайна экспериментов химии, до планирования экспериментов химических, это дошло совсем недавно, то есть большей частью занимались этим в промышленности для того, чтобы определить наиболее оптимальные условия для реакции. Соответственно, для исследования более сложных и совсем непредсказуемых систем, эти методы только сейчас, вот совсем буквально в последние десятилетия находят применение. Эти методы начинают находить применение и в химических науках именно для того, чтобы определять и предсказывать поведение таких сложных систем, реакций, которые происходят, например, в биологических объектах, в клетках, когда очень большое количество факторов, то есть получается очень многомерные массивы данных и значительное количество переменных, которые могут меняться. Как выясняется, менять одну переменную, фиксируя все остальные, это наиболее интуитивный подход, конечно. Давайте при одной температуре измерим различные, влияние различных добавок или при этой конкретной, присутствии этой конкретной добавки, при n-ной концентрации мы будем менять температуру только. Это далеко не самый оптимальный подход, то есть менять нужно несколько переменных сразу, что становится значительно сложнее, когда у вас есть очень достаточно большое количество этих переменных и большое количество точек, где вы можете исследовать свою реакцию, свою систему. Соответственно, на помощь приходят статистические методы и, прежде всего, это численные методы, которые могут обрабатывать большие массивы данных, поскольку возможности электронно- улучшились, безусловно, можно чисто на численном уровне, не на аналитическом, в смысле решении системы уравнений, а предсказывать на численном уровне, во-первых, определять, какие переменные нужно менять и в какой последовательности, каким образом, вместо того, чтобы делать 10 четвертых экспериментов, возвращаясь к нашему примеру, то есть 10 тысяч экспериментов можно сделать, возможно, 500 или плюс-минус, я взял цифру совершенно неопределенную, может быть, тысячу, может быть, даже 200, чтобы покрыть это пространство. И можно ли на основании этих данных, которые будут получены, построить математическую модель или статистическую, скорее всего, модель, которая бы предсказала, каким образом и где наиболее оптимально, каким образом будет вести себя эта реакция и где будут наиболее оптимальные точки, экстремальные точки, для того, чтобы получался наибольший выход, например, и наибольшая частота продукта, или получалось, реакция развивала наибольшую скорость, то есть работала наиболее эффективным образом. Это одна из областей, которая сейчас возникла именно на стыке математики, статистики, химии и биологии в том числе, потому что обрабатывать большие массивы данных — это, конечно же, удел природы и биологического каталеза, потому что эволюция основана на перебирании, возможности перебирания больших количеств комбинаций и, соответственно, выборе наиболее эффективных белков, ферментов для того, чтобы они были ответственны и проводили некие химические процессы. Безусловно, перебор таких переменных и работа со сложными системами — это, конечно, удел природы. И биологические системы, эволюция построена именно на этом. Наиболее эффективные катализаторы, ферменты, за миллионы лет эволюция перебрала комбинации многих аминокислот, последовательности их, которые выстроены в некие цепочки, которые наиболее эффективно работали для синтеза природных соединений. Конечно, нам, в нашем случае, для человечества, важно получать соединения не только те, которые природа может делать, а те, которые нам нужны либо для лекарственных препаратов, либо как энергоносители. Но, одним словом, не те соединения или, может быть, в какой-то мере модифицированное соединение, которое делает природа. В этом случае, опять же, нам на помощь приходит мультивариантный или многовариантный, многокомпонентный анализ и планирование экспериментов, основанное на статистических подходах, когда можно делать случайный мутагенез, например, абсолютно генерации случайных мутаций в ферментах и отбором наиболее эффективных, оттуда наиболее эффективных для прохождения некого химического процесса, для выделения вещества, которое нам нужно в самом большом выходе, например, или с наибольшей селективностью, энантио или кемоселективностью. Такие примеры уже появились и в промышленности. Несколько препаратов, которые сейчас вышли на рынок из двух американских компаний, были получены именно таким образом. То есть, меняя всего несколько аминокислот в последовательности данного белка, данного протеина, были получены некие закономерности, определены, каким образом они влияют на эффективность этого фермента. И после этого уже были собраны дизайнерские, назовем, белки-катализаторы, которые очень эффективно, быстро и чисто, с большими выходами производят соединение, необходимое, например, как лекарственный препарат. Таким образом, биологические и химические процессы, большинство из них, имеют все характеристики определения сложных систем, которые практически невозможно моделировать априори, которые практически невозможно описать системами даже сложных дифференциальных уравнений, просто потому что мы не знакомы со взаимодействием разных компонентов, разных факторов, которые влияют на протекание процесса в этой системе. Соответственно, наиболее, возвращаясь к самому началу нашего ролика, наиболее эффективным методом исследования в химии и биологии до сих пор остается экспериментальный. То есть моделировать мы можем только на основе хороших данных, чистых данных, которые несут в себе проверенную и надежную информацию. Таким образом, при помощи современных статистических подходов и электронно-вычислительной техники, мы можем обрабатывать громадные массивы данных и оттуда выводить некие закономерности и предсказывать, каким образом такие сложные системы будут себя вести, будь то не о взаимодействии нескольких молекул в пробирке или на реакционной колбе. И даже наиболее интересно, конечно, это моделирование биохимических процессов в клетке, в организме, сложном организме, таком как млекопитающего человека, когда мы не знаем, какие факторы влияют на протекание процесса, но меняя некоторые переменные, мы можем понять, каков результат этого будет. Таким образом, это нам дает возможность экспериментировать совершенно в другом пространстве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok